Встреча с представителями средств массовой информации Артёмовского председатель ТОМС посёлка Красногвардейский рассказала о том, что оказывается в посёлке не так всё плохо. Сельская территория развивается успешно. Получаются все те проблемы, о которых жители в открытую говорили, в большей степени преувеличены. У нас первая ситуация – это дорога, убитая дорога. Это Красноармейская, Морозова улица. Не приведи Господи, пожар скорой вообще отказывается. В половоде весной к нам никто не поедет. Ни тротуаров, дети маленькие, инвалиды ходят. Тротуаров ведь нету нигде не сделать. Дороги ужасные. Так, по словам Сергея Гиршфельда, в посёлке Красногвардейский на сегодняшний день закончены все работы по благоустройству территории. То есть, асфальтирована улица Лермонтова. Асфальтирована, правда, немножко не до конца. Денег не хватило. Улица Арбалитовая. Значит, построены все тротуары, которые мы планировали построить, значит, к общеобразовательным и школьным учреждениям. Там поставлены светофоры, поставлены периличные ограждения. То есть, всё, что сделано, всё сделано. То есть, мне иногда спрашивают, будет ли ещё что-то в этом году делаться. Говорю прямо, нет. В этом году делаться больше ничего не будет. Деньги все освоены. Вот так быстро и умело за какие-то пару месяцев в Красногвардейском освоили деньги. В перспективе, по словам председателя Томс, заасфальтирует практически весь посёлок. На будущий год, безусловно, значит, в планах продолжить работы по обустройству тротуаров к общеобразовательным учреждениям. Это и тротуары за рекой по улице Лызлова и по улице Шмидта. Значит, тротуар планируется сделать по улице Лермонтова аж до самого 28-го садика. Это где-то порядка 800 метров длиной будет тротуар. Что же касается ремонта дорог, то жителям посёлка, в том числе и улицы Морозова, опять чиновники пообещали отремонтировать дороги. Я 12 лет обращалась за дорогу. Ещё при Кожевине. Кожевин когда был. А их уже сколько сменилось. И вот Емельянов мне позапрошлом году, так он меня уверил, что наша улица, вот Красноармейская, Морозова, будет и Маяковского. Жители интересовались, что будет с улицей Морозова за рекой. Значит, там запланирован ремонт дороги. Настоящий ремонт с подсыпками, с грядированием, с укаткой, катками. То есть, настоящий будет там ремонт дорог. Настоящий ремонт дороги жителям улицы Морозова пообещал Сергей Гиршфельд, но в следующем году. Говоря о водоснабжении посёлка, то в этом вопросе тоже, по словам Сергея Гиршфельда, всё не так плачевно. Отсюда воду брали, сейчас ездим. А почему не стали брать? Потому что грязная вода, особенно когда вот вылеталые воды, туда всё попадает, и невозможно её пить. Это хороший у нас новый водовод, который в пределах 15 миллионов стоит. Ну, то есть, итальянские? Да, нету там, значит, ни фильтров, ни реагентов никаких. По первости вода была очень хорошая, чистая, замечательная вода. Вот это третий, вот мы этим пользуемся. Скважина 32, которая снабжает микрорайон, станочники. Ну, остановлюсь на ней. Значит, скважина запущена в работу 25 апреля 2013 года. На сегодня она отработала 5 лет. Ну, откровенно говоря, как любое оборудование, требует каких-то регламентных работ. То есть, на сегодня, значит, имеют место быть выбросы грязной воды в сеть. То есть, не скажу, что она постоянно идёт грязная, она бывает так. День грязный, день чистый, день грязный, день чистый. То есть, ну, что-то разбалансировалось. Значит, проведён анализ оборудования. Заключена, значит, договорённость с людьми, которые монтировали изначально этот комплекс. Не скажу, что скважинокомплекс. Значит, принято решение о выделении денег туда порядка там 300 с лишним тысяч рублей на закупку новых засыпных материалов, фильтрующих элементов, ремонт насосного оборудования, разных датчиков, которые управляют работой этой скважины. То есть, я считаю, что где-то к октябрю месяцу, самое большее, значит, весь этот комплекс работ будет проведён. И надеюсь, что это даст результат. И скважина будет работать, значит, в режиме, в котором должна работать. То, что итальянское оборудование не выполняло свою функцию, и люди были вынуждены пить грязную воду. Сергей Гиршфельд списал всё на последних руководителей. Скважина была построена на федеральные деньги, или областные, по крайней мере. Стоила как раз 12 миллионов рублей. Значит, там стоит оборудование фирмы Нобель и фирмы Хентель. Значит, в своё время, когда я руководил им этим мупом, мы туда даже, как говорится, в обуви заходить боялись. Там стояли датчики на проникновение. Просто так туда нельзя было ни зайти, ни выйти. Сидел человек, который обслуживал эту скважину, и лаборант, который регулярно брал анализ воды. Значит, ну, последние, значит, руководители решили, что это слишком дорого. Решили, как бы, отнестись к этой скважине просто как дырки в земле, из которой можно просто качать воду. Если она чиста, этого вполне достаточно. То, что Сергей Гиршфельд сказал правду об отношении последних руководителей к итальянскому оборудованию и самой скважине, сомневаться не приходится. Наши чиновники этого и не скрывали. У нас на сегодняшний день, если вот эту установку нормально эксплуатировать, мы же тогда считали, у нас тогда кублический мест получается стоимость кублического беда 50 рублей, даже выше. Мы прекрасно понимаем. Зачем мы ставили ее тогда? Ну, система «Осмос», она, в принципе, считается самой такой. Зачем мы ставили, если она сегодня нам не потребна, и у нас качество воды остается такое же, что с установкой, что без установки. Эксплуатацией не занимались вообще, ну и в результате пришли к тому, к чему пришли. На сегодняшний день все-таки есть шансы добиться более-менее чистой воды для жителей района станочников, сказал Сергей Гиршфельд. При этом отметил, что на все потребуется, конечно же, время и деньги. А сегодня местные муниципальные умы об этом думают. Насколько же будет пригодна вода, даже после решения данного вопроса, пока остается неизвестно. Ведь о качестве можно судить лишь по итогам проведенных анализов, и не только по микробиологическим показателям, но и по токсиологическим, органолептическим и химическим. Поэтому самого анализа оборудования для решения вопроса будет недостаточно. Для начала необходим анализ проб воды, чтобы знать, от каких же вредных показателей чистить воду. Кроме того, сейчас, прежде чем выделять деньги, необходимо правильно подойти к решению проблемы, чтобы в будущем не получить простое, безрезультатное освоение бюджетных средств.